Турция, страна, которая в определенных секторах занимает лидирующие позиции в своем регионе, переживает не самые лучшие времена. Военные конфликты и политическая нестабильность ухудшают ситуацию в стране. Насколько критично, мы обсуждаем с Анатолием Барониным из компании Da Vinci AG. Как будет развиваться экономика этой страны и от каких факторов зависеть? Мы видим действительно достаточно серьезную угрозу со стороны исламского государства. С другой стороны, мы видим определенные экономические проблемы и определенная экономическая просадка по тем же показателям роста ВВП по сравнению с тем же 2014-м, либо даже 2013-м годом. Поэтому я полагаю, что на сегодняшний день существует определенная турбулентность в процессе развития Турции как государства, и мы будем видеть достаточно мультисценарные варианты для дальнейшего развития этой страны. Давайте попробуем объяснить зрителям, на чем все-таки базируется экономика Турции, от каких секторов и от каких, может, внешних факторов? В первую очередь мы говорим о развитии туризма, который, в принципе, повлиял в основном на снижение уровня ВВП Турции в первом квартале текущего года. Это было связано в том числе и с сокращением покупательной способности и возможности туристического потока со стороны Российской Федерации, хотя он был частично замещен Германией. В то же время мы должны констатировать, что определенная просадка туристического сектора существует, а это порядка 34-35 миллиардов долларов хотя бы по уровню 2014 года, если мы сравниваем. Далее есть определенный потенциал развития у металлургического сектора Турции ранее. Это из-за внутренних факторов или из-за внешнего падения спроса? Это внешние факторы, хотя, в принципе, на сегодняшний день Турция достаточно хорошо справляется с падением экспортных поставок, замещая это внутренним спросом, но мы понимаем, что и политическая неопределенность, и риски со стороны ИГИЛ, и общая инвестиционная сдержанность в отношении данного региона будет, в принципе, тормозить любые попытки Анкары, каким-то образом нарастить внутренний спрос на фоне падения экспорта. Если улучшится ситуация в этих секторах, в частности, в туристическом бизнесе, металлургии, то экономика Турции будет расти. Но если смотреть на падение общей мировой экономики, то ничего хорошего даже при политической стабильности в Турции ожидать, наверное, не стоит. Мы понимаем, что экономика Турции – это не только туризм и металлургия, это также и достаточно серьезный оборонно-промышленный комплекс, это и легкая промышленность. Однако все в комплексе. Мы можем говорить о том, что Турция на сегодняшний день не в состоянии в одиночку бороться с теми негативными экономическими трендами, которые существуют. Что может быть лекарством для экономики Турции? Определенные экономические союзы, вливание, стабильность та же политическая. Все-таки должен же быть какой-то выход из сложившейся ситуации? В последние несколько месяцев мы видим попытки Турции диверсифицировать свои внешнеполитические устремления. Мы видим некоторое, если не охлаждение, то, скажем так, Анкара смирилась с тем, что она в скором времени не станет членом Европейского союза, особенно на фоне ситуации, которая происходит, разворачивается и в Курдистане, и на границах Турции в северо-западном Ираке. Однако мы видим другую ориентацию, которая усиливает скорость интеграции в направлении Шанхайской организации сотрудничества. И здесь, мне кажется, что есть ошибочное осуждение, что Анкару привлекает больше сотрудничества с Российской Федерацией, поскольку первоочередной задачей, безусловно, для Анкары является укрепление торгово-экономических связей с Пакистаном и Индией. Именно эти рынки видят как возможность дополнительного толчка как с точки зрения инвестиционного притока, так и для возможности экспорта своих товаров на территорию достаточно крупных с точки зрения количества населения государства. То есть это в первую очередь рынки сбыта для продукции турецкой? Безусловно, с одной стороны это рынки сбыта. Что касается Индии, это возможность также наладить кооперацию в высокотехнологических отраслях производства. Насколько возможны эти союзы, эта интеграция, и что получают от турецкой стороны Индия и Пакистан? Для Турции, безусловно, вероятность достаточно высока вхождения в Шанхайскую организацию сотрудничества. Однако, принимая во внимание определенные негативные тренды в экономике Китая, неопределенные в военно-политической ситуации вокруг Пакистана, я имею в виду и ситуацию в Афганистане, и ситуацию с изменением руководства Талибана. Скажем так, военные конфликты. Безусловно, давать определенные четкие прогнозные оценки относительно выигрыша Турции в данном направлении достаточно сложно. Однако тот факт, что за счет такого сотрудничества Турция нарастит свой потенциал и увеличит свое значение как транзитное государство в направлении восток-запад, безусловно, это будет достаточно интересной возможностью, которую не упустит Анкарат. Были разговоры о том, что Турция своими политическими, экономическими амбициями хочет быть главным государством в регионе, быть лидером. Но насколько долгосрочно откладывается эта цель, насколько длинный ящик? Тот факт, что Турция наряду с такими странами, как Саудовская Аравия, как Египет, возможно, если он восстановится после политического кризиса, будут пытаться оказывать влияние на регион, безусловно, одним из лидеров Анкара будет оставаться одним из лидеров региона. О развитии экономики Турции в ближайшей перспективе мы говорили с Анатолием Барониным из компании DaVinci AG. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенцев, специально для Ducascopy TV из Киева.